В субботу 26 декабря состоялось последнее в этом году заседание Городского совета депутатов. Началось оно с вопроса об утверждении проекта бюджета муниципального образования Сестройско-городское поселение на 2021-2023 годы. В своем докладе начальника дела по учету финансов администрации Наталья Филиппова представила прогнозируемые объемы казны. Доходы ее составят 112 млн 933 тыс. рублей, а расходы 120 млн 928 тыс. рублей. В своем докладе Наталья Николаевна отметила, что финансовый документ поселения в следующем году будет максимально дефицитный. Сумма дефицита составит почти 8 млн. Такая ситуация сложилась из-за того, что в 2021 году к уже действующим на территории муниципалитета программам добавится реализация масштабного проекта Минстроя России по благоустройству общественных пространств городского парка и пляжа. А каждый из программ, напомнила Наталья Николаевна, требует обязательно до любого финансового участия местного бюджета. Утверждаемый документ уже подробно обсуждался депутатами на прошлом собрании, а также во время прошедших 10 декабря общественных слушаниях, где в проект были внесены несколько предложений от горожан. В частности, жители нескольких домов по улице Ленина и деревни Перевоз просили внести в бюджет расходы на ремонт участков дорог в их поселениях, и в окончательном варианте документа эти предложения были учтены. Еще на 3 млн 183 тыс. рублей увеличился общий объем доходов поселения в 2020 году. Целевые денежные поступления в муниципальную казну были перечислены из областного и районного бюджетов и предназначаются городским муниципальным учреждениям, а также для обеспечения деятельности военно-учетного стола. С учетом изменений, доходная часть бюджета в году уходящим составляет 194 млн 183 тыс. рублей, расходная часть 201 млн 2 тыс. рублей. Принятым депутатами решением с 2021 года не только субъекты малого и среднего бизнеса, а также самозанятые граждане смогут получать имущественную поддержку от администрации. Для этого на Совете был утвержден перечень предоставляемого на эти цели муниципального имущества. С мая текущего года здание Дома Быта было переведено на систему автоматизированной охраны, за счет чего произошла некоторая экономия средств по его содержанию. В соответственно, в наступающем году снизится и стоимость услуг, предоставляемых арендатором помещений. Об этом депутатам рассказала исполняющая обязанности заместителя главы администрации по управлению муниципальным имуществом Юлия Григорьева. Если ранее у нас стоимость квадратного метра была 29 рублей, мы ее снизили до 20. Значит, по пункту 2 стоимость услуги обслуживания нежилых помещений у нас была 1700, мы снизили на 100 рублей. Пункт 3. Стоимость услуги обслуживания нежилых помещений с одного арендатора, который оказывают бытовые услуги, была 800 рублей, мы снизили также на 100 рублей. И услуга для арендаторов, у кого площадь аренды составляет менее 5 метров, она была 740 рублей, стала 640 рублей. Следовательно, единственное, что мы оставили без изменений, это плата с тех арендаторов, которые арендуют у нас базовые станции оборудования на крыше, 2,200. Во время разговора о здании дома быта с представителем администрации депутатами был поднят вопрос и о прилегающих к нему территориях. В частности, речь шла о состоянии парковки перед магазином «Магнит». У нас было обращение некоторое время назад от представителей магазина «Магнит», которые там являются ориентаторами, да, то есть они вышли на нас с проектом как раз благоустройства этой парковки. То есть в первом приближении мы этот проект согласовали, не возражали, потому что прекрасно понимали, идея там была такая громкость и хорошая. Следовательно, и дальше этот проект пошел на согласование УПР «Автодор». Когда он пошел на согласование УПР «Автодор», к сожалению, этот проект полностью забраковали, потому что они стали мотивировать тем, что нет отвода именно на эту парковку. То есть как бы в их там схемах он не предусмотрен. У нас была создана рабочая группа и было проведено совещание с комитетом по малому бизнесу, потому что именно вот обращение «Магнита», но никак они не могли найти общий язык с УПР «Автодором». То есть в пятом совещании присутствовала я, наш архитектор, ну и, соответственно, оно было в онлайн-режиме. То есть очень долго, если честно, наверное, часа полтора, ну то есть такая, могу сказать, позиция обывателя, да, у меня сложилось такое впечатление, что пробить стену УПР «Автодоро», мне кажется, проще дойти до Кремля, честно, вот это сугубо мое мнение. То есть на что у нас было принято решение на уровне комитета по малому бизнесу, что они переделают этот проект и предложат что-то другое, сделают, отступят от трассы федеральных, да. Соответственно, когда к нам вновь обратились эти же проектанты, то есть мы увидели, что, то есть они отступают необходимым параметром, у нас остается болото в любом случае. То есть мы, конечно, на это не согласились, ищем сейчас общие пути, но вот эта проблема только одна, что им просто не разрешили, потому что требуются отступы. То есть, к сожалению, это все очень серьезно. Они начали работу, они даже приехали, была техника остановлена, то есть там были серьезные штрафы наложены на эти исполнители. Мы в процессе, мы не забываем, мы эту проблему видим. Ну и как сейчас ее урегулировать, мы сейчас в процессе, да, действительно проблема. Единогласным решением депутаты утвердили расчетную величину, принимаемую для расчета должностных окладов работников муниципальных учреждений. С 1 января 2021 года ее размер составит 9940 рублей, а с 1 сентября увеличится до 10 340 рублей. В начале осени на 4% будут проиндексированы и оклады муниципальных служащих. Теперь уже в следующем году на рассмотрение Совета депутатов будет вынесен и проект изменений и дополнений в устав муниципального образования Сестройско-городское поселение, который должен быть разработан специальной комиссией, в состав которой вошли Белицкий Александр Мефодьевич, Иванов Константин Михайлович, Курешов Алексей Владимирович, Широкожуков Александр Александрович. Выбранным народным избранникам предстоит сформировать статьи документа и представить их коллегам в срок до 31 января 2021 года.